Ружанский замок – некогда центр политической жизни Великого княжества Литовского. Здесь решались важнейшие государственные вопросы, и здесь же, в трехэтажных подвалах, замка хранилась и государственная казна ВКЛ. Построенный как оборонительная крепость и парадный дворец в начале 17 века, уже к его концу он был почти разрушен и разграблен. Но владельцы замка Сапеги приложили все усилия, чтобы он стал белорусским Версалем. В Ружанах был приглашен даже талантливый архитектор Ян Самуилбекер. Увы, утонченный дворцовый ансамбль – предмет восхищения – тоже ждала незавидная участь. Первый серьезный удар – Первая мировая. После Второй мировой войны – одни лишь руины. Всю жизнь прожил я здесь, в Ружанах. Видел, как он рушился, видел, как его восстанавливали. Ну, приблизительно в 80-х годах начало было всей этой реставрации, пытались что-то сделать. Основательно за реставрационные работы в Ружанах взялись в 2008 году. Сегодня замок уже открыт для туристов. Гостей встречает отреставрированная брама, центральные въездные оборота, а также боковые флигели, в одном из них музей. Гордость создателя Ружанского замка и, разумеется, его владельцев – театр. Сегодня сложно представить, но он считался одним из лучших в Европе. Только представьте 60 артистов и 40 музыкантов. Сам король Станислав Август Понятовский – частый зритель. За время одного представления декорации могли смениться около трех раз. В тот период это было действительно редкостью, и такого встретить практически невозможно было. Также здесь были различные постановки мирового уровня, то есть это и итальянские, и польские, и французские. Борочный театр – явление редкое. В Европе и сохранилось всего два. В Швеции и Чехии у белорусского максимальное сходство с чешским. Во время раскопок на месте восточного корпуса историки обнаружили даже фундамент и колоннад. Мы хотели, чтобы он был рабочим, чтобы могли не только прийти посмотреть на окружение, на интерьеры, но чтобы посмотреть маленький какой-то спектакль, как вот в Крумлове. Они проводят такие вот экскурсии, и вместе с этим, это тоже как элемент туризма, это же привлекает. Практически у нас такого театра в Белоруссии не осталось, где бы можно было вот именно как чисто барочный театр показать людям. На театральном корпусе работает бригада строителей. Руины – уже надежные стены, на очереди кровля. Линия черепица – материал хрупкий и тяжелый – один квадратный метр 50 килограммов. Больших сложностей нет. Работа нам известна. Мы 9 лет назад тому положили ее. Нагрузка должна быть на кровлю с двух сторон одновременно. Возрожденный театр по задумке – многофункциональный общественно-культурный центр. При сохранении финансирования он откроет свои двери примерно через три года. В планах также гостиница и ресторан. Ну а старая часть замка, где собственно и хранилась казна Великого княжества Литовского, с каждым годом все больше походит на итальянский колизей. Сегодня из всех объектов дворцового комплекса в Ружанах особую ценность представляют все-таки руины дворца и аркады. Хотелось бы, чтобы обратили внимание в первую очередь именно на консервацию и сохранность этих двух объектов. Геннадий Лискот – трехуровневые подвалы дворца с тайными ходами обследовал еще мальчишкой. Правда, сейчас туда никого не пускают. Опасно. Говорят, от Ружанского замка до Косовского дворца существует подземный ход, по которому могла проехать даже тройка лошадей или карета. Эта легенда будоражит умы туристов. Но что, если это далеко не вымысел? Разрешить интригу могло бы одно сенсационное заявление. Путь найден, но, увы, расстояние в 25 километров мы преодолели на автомобилях. Но это не исключает того факта, что пытливые умы археологов найдут настоящий выход. Тонкое сплетение неоготики с элементами классицизма. Вот он какой дамский каприз графини Пусловской. Косовский дворец – сотни комнат. Замок выстроен так, что каждый год два с половиной дня солнце освещает полностью одну из них. Начали строить дворец в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась. В наше время почти столько же понадобилось и на реставрацию. 12 лет кропотливой работы. Еще немного и добро пожаловать на бал. Во времена Пусловских эта часть называлась «бальным залом», либо еще его называли «белым залом». Функциональное назначение этого зала не изменится. Здесь также будут проводиться балы. Помимо этого будет проводиться и регистрация брака. В «белом зале» по редким сохранившимся фотографиям восстановят симфресок. Все внимание внутренним интерьером. Роскошь немнимая. Все, как и должно быть. Художники покрывают золотом стены и потолки. Очень часто думают, что золотого дворца, ну, с кисточкой, краской какая-либо. На самом деле это не так. На самом деле это фольга. Очень тонкая, нежная. И доносится она специализированным инструментом. Как и у большинства дворцов Белоруссии, у Косовского судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история жила в этих стенах. И сегодня все к этому идет. Ставка не просто на музей, а на культурное пространство, где можно остановиться на несколько дней. Для гостей, а их ежегодно бывает до 40 тысяч, открыт ресторан и гостиница с учетом современных требований. В отеле продумано все до мельчайших подробностей. Именно поэтому первый наш номер – это номер для физически ослабленных людей. Можем обратить внимание, что проходы здесь у нас идут шире, чем в обычных номерах. Также отсутствуют пороги. Один из номеров с антиквариатом времен Пусловских. Под стеклом в полу – фрагменты инновационной для того времени системы отопления. Ведь с балконов когда-то был напарк. Здесь надеются, что его удастся восстановить. Перед началом проектирования была проведена инвентаризация остатков растительности, которые в виде самосеянной растительности немножко сохранилась на этой территории. Это можно считать детки, произоставших ранний пород. В том числе мы находим боярышник, мы находим сереги. У нас сохранились две прекрасные лиственницы и липа старинная. Деньги из восстановления истории в камне идут из республиканского и местного бюджетов. Реставрация таких объектов требует серьезного финансирования, ведь рассчитывают и на хорошую прибыль. По показателям прошлого года нас посетило около 20 тысяч человек и фактически 20-25% из них это иностранные граждане. Но что касаемо экскурсии, уже по прошлому году мы провели свыше 1100 экскурсий и как показывает динамика по предыдущим годам у нас идет только рост. Косовские и Ружанские дворцы пока темные лошадки белорусского туризма на двоих 60 тысяч туристов в год. Но каков потенциал? Есть же на что посмотреть. Сам дворец на территории Беларуси очень красиво выглядит, потому что очень мало сохранилось именно в таком процентном соотношении с сохранностью архитектурных строений 19 века. Так как здесь только 30% восстановления, все остальное осталось еще с тех далеких времен. Возможность зарабатывать на истории дает режим без виза. Правда, этот год планы подкорректировал. Говорить про иностранных туристов сложно. При этом прогнозы по внутреннему туризму более оптимистичны. То случай, когда мы можем ближе и лучше узнать свое белорусское. Присмотритесь, поводов для восхищения и гордости своим историческим наследием предостаточно. Но не все наши замки, дворцы и усадьбы еще, что называется, вышли из небытия. Но тут, уверяю специалисты, тоже нельзя спешить. Объектов немало в Республике Беларуси, в Брестской области в частности. И они требуют все внимания определенного и требуют определенных средств. И если начинать распыляться на их всех, может случиться так, что в определенный момент мы не сможем спасти ни один из них. А если поставить четкую задачу сохранения того или иного конкретного объекта и все усилия на это направить, возможно, это даст больший результат. Два дворца, две жемчужины региона и, по сути, одна судьба на двоих. Разрушенные, но восставшие. А сколько еще архитектурных жемчужин Беларуси ждут своего часа. И важно не упустить момент, чтобы у наших потомков была возможность знать, чем жили наши предки. Из поколения в поколение. История в камне, история в сердце. Кристина Протасовицкая, Станислав Пекарский, Неделя СТВ.